Привет ребята, с вами Дима, канал МТГ Сибирь, но вы все знаете. Что я хочу сказать, War of the Spark шагает семимильными шагами по интернету и за то время, что я болел, за эти 8 дней, визарды вывалили на нас больше сотни карт. Очень много классных паломов, я прямо предвещаю очень разнообразный стандарт, разнообразнее, чем сейчас, и это очень круто. Давайте без лишних слов, так как нам предстоит обозреть более 100 карт, перейдем непосредственно к этим самым картам. Erratic Visionary, за 2 маны существо 1-3, за 2 маны этап подробовать карту, подискарти карту. На самом деле, таких карт уже было раньше очень много, и во все времена они играли в какой-нибудь колоде, в которой нужно дроваться и дискартить, наполнять свое кладбище. И этим мне эта карточка нравится. Я думаю, что какой-нибудь из колод она наверняка будет играть. Карнс, Бастион. Рарная земля, за тап добавляем бесцветную, и за 4 этап пролиферейт. То есть мы можем положить на любой пермейт под нашим контролем, на котором есть каунтера, каунтер такого же типа. Или если есть на плеере каунтер, то на плеера, собственно. Ну, это очень классно. И так как пролиферейт у нас в этом сете много, я думаю, что на нем что-нибудь будет. Тот же самый Пенс Волкил контроль, Супер Френд, или, может быть, даже в будущем, на перспективу, в следующем сете. Нагай Цернл. Просто за 3 маны 3-2. Существо для драфта. Бурнинг. Профит. Извините, кстати, за мой ломанный английский. Я читаю, как знаю. Вот так вот. Не буду скрывать, не буду понтоваться. Вот как есть, так есть. Можете за это поставить лайк, можете дизлайк, мне без разницы. Whenever you cast no critcher spell, когда ты играешь не существо, он получает плюс-1, плюс-0 до конца хода, и с край 1. На самом деле, тоже в этом сете нам представляют несколько карт, завязанные на механике игры не кричевых спеллов. Так же, как в дрейках. И, может быть, даже какое-то бюджетное, что-то какое-то, агро вырисуется. Я думаю, что эта карточка там будет лежать, она имеет право. Honor of the God Pharaoh. Кстати, да, если буду кашлять, то извините, я все еще болею. В дополнение к розыгрышу этой карты, сорцери, подискарьте карту. Возьмите две карты, и потом сделайте Амаз-1. То есть, положите существо зомби, зомби армию, 0-0, и положите на него каунтер. Если уже есть зомби армия, то вы можете на нее положить плюс-1, плюс-1 каунтер. На самом деле, да, это механика нового сета. Тут у нас ожидают зомби. Но насколько эта карта там будет хорошо играть, я не знаю. Возможно, да, возможно, будет в черно-сине-красных зомбях. Почему бы нет, собственно? Почему бы нет? Просто эта карточка помогает нам спросить, не нужную карту с руки, взять две карты. Достаточно приятная такая карта дробля. Cruel Celebrant. Это 2 маны, 1-2. Вампир. Когда он или другое существо, или пенсворкер под нашим контролем, не важно, токен, не токен, по херу, умирает все оппоненты луты, это не лайф, а мы геним один лайф. Welcome, Afterlife. Welcome, эти как... Господи, аристократы. Все уже. Вечер. Я заебался за сегодня, поэтому немножечко оговариваюсь. Извините. The Wanderer. За 4 маны. Plantswalker с 5-й лояльностью. Белый. Представьте все небоевые повреждения, которые должны быть нанесены перманентом под вашим контролем, или вам. Пока бурно. И за минус 2. Изгоните целевое существо. С силой 4 или более. Пока большие кричи. Очень классный плantswalker в белосодержащей контроле. В сайт точно. Wanderer's Strike. За 5 маны. Изгоните целевое существо, затем используйте пролиферейд. То есть, ну, понятно, да? Насколько он будет играть, я думаю, не будет. Может быть, в драфте, да, в драфте это... Это ремовал. В остальном же, я думаю, нет за сорта или нет. Точно. Engrance Rampage. За 2 маны выберите одно. Целевой игрок жертвует артефакт, или жертвует кричу, или жертвует плantswalker. Хороший ремовал? Я думаю, да. Очень даже. Очень даже ничего такой ремовал. Ремувальчик. Для черно-красной коды за 2 маны прекрасный. Краш Дизент. Контер Таргет Спел. Если его владелец не злазит 2, а потом Амаз. Ну, для драфта, да. Возможность поконтрить за 4 маны спел. Ну, не совсем поконтрить, а... Иметь возможность поконтрить спел и положить токена. Или просто за 4 маны, как бы... Даже если ты не поконтрить, положить токена, если, типа, я убиваю. Так, секундочку. Извиняюсь. Кая. Бейн оф зе дед. Плантсволкер. Кая за 6 маны. Вместо 3 она выросла за 6. Your opponent. Перманинтсу your opponent. Контрол. Висхекспруф. Конт би Таргет Спелсов Абилитис. You контрол. Астод. Зайддинт хекспруф. Короче. Если под контролем оппонента есть существа с хекспруфом, ты можешь их таргетить, как будто их у него нет. И за минус 3 экзал таргет клеща. Это такой хороший, интересный, двухразовый ремувал. За 6 маны. Ну, на самом деле, в сильной играбельности я немножечко сомневаюсь. Это плантсволкера. Я думаю, что может быть где-нибудь, когда-нибудь в сайде он засветится, но не более того. Кая Гост Форм. Зачаруйте существо или плантсволкера по своим контролям за 1 ману Чары Аура. Когда зачарован перманент умирает или попадает в изгнание, верните его в игру под вашим контролем. Такая вот спасалка. Анградс. Капитан хаоса за 4 маны. С 5 лояльностями. Все существа под нашим контролем получают минус. То есть не могут быть заблокированы менее, чем двумя существами. И за минус 2 мы создаем, собственно, это вот океана армию. С двумя жетонами. Либо кладем на уже существующую армию 2 жетона. Ну, такой вот спорный на самом деле мне, если честно, ну, как сказать. Может быть в количестве одной штуки, чтобы дофинишировать, потому что именно за счет вот этого минуса, но не более того. Самут. Тиран Смэшер за 4 маны. Тоже 5 лояльность. Все существа по нашим контролям получают хейст. И за минус 1. Целевое существо получают плюс 2 плюс 1. И хейст. И скрай 1. Почему бы и нет? Вполне себе такой средненький плантсволкер из этого создания. Самут Спринт за 1 маны. Целевое существо получает плюс 2 плюс 1. И хейст. Скрай 1. Это хорошая карта для стандарта. Она будет играть, причем будет играть с одним определенным ангелом, который у нас будет в конце. И вы увидите, почему эта карточка хороша. Гидеон Страмп. За 2 маны инстанции церевый оппонент жертвует существо, которое атаковал или блокировал в этом ходу. Если ты контролируешь Гидеона, этот игрок жертвует 2 существа вместо этого. Ну, такой относительно себе ремуал против контролей. Кстати, да, потому что он не таргетит. И против каких-нибудь медренджей. Карн, Грейт, Крейтор. За 4 маны с 4 лояльностями активируемые обилки артефактов под контролем оппонента не могут быть активированы. За плюс 1 до конца следующего хода целевой не кричевый артефакт становится кричей с базовой силой и выносливостью по его монокосту. И за минус 2 мы можем выбрать артефакт из сайдборда, поэкзайлить его, а показать его и положить себе в руку. Почему бы нет? Вот так вот. А для ответов, на самом деле, для модерна я вижу применение этой карты. Потому что очень много комбо артефактных колод. В частности, в нашем клубе я знаю есть. Миша, если ты смотришь, привет тебе. Почему-то сразу подумал про тебя, когда увидел этого карта. Вивенс Аркбол. За 2 маны легендарный артефакт, за Икс и Тап. Мы сбрасываем карту. Смотрим топ-икс-карт своей колоды. Показываем оттуда существо с конвертируемым на стоимостью Икс или меньше. И кладем его в игру. А потом остальное вниз в библиотеке. И это очень классно, потому что я эту карту вижу в своей любимейшей, наверное, колоде. Это Султай Ванифар Комбо. Тейо за Шелдмейдж. За 3 маны с 5-й лояльностью у нас Хекс Пруф. Привет, Моноред. Как дела? Привет, Дискартик. Как поживаешь? И за минус 2 создайте 0-3 белую стенку. Со способностью защитника. То есть, очень хороший. На самом деле, очень хороший. Хоть и анкомоновый, но очень, блин, хороший. Плэнс Фолкер в контроль. Почему бы нет? Очень, даже, даже. Тейо Лайтшилд. За 3 маны. Когда это существо входит в игру, мы кладем жетон Симпс-1 на целевое существо под нашим контролем. Гедеон Блэк Блэйд. За 3 маны с 4-й лояльностью. Пока длится наш ход, он 4-4. Хуман Солдат. И с Индастрактбл. И в то же время он Плэнс Фолкер. И мы во время хода предотвращаем весь дамаг, который по нему проходит. То есть, его может убить либо только обилка пожертвуйте. Точнее, карточка со способностью пожертвуйте, либо карточка со способностью изгоните. Или минус 5-минус 5. Ну, минус 4-минус 4 и больше. Таким только макаром можно его убить. Или в свой ход ходить у него в атаку. Но, по-другому, это просто за 3 маны Порщик 4-4. С неуничтожимостью. За плюс 11 до 1 существа целевого под нашим контролем получает на наш выбор ВИГИЛАС, Лайфлинк или Индистрактбл до конца хода до минус 6. И сгоните целевой неземельный перманент. Очень, на самом деле, классный для моно-белой вини, для бело-содержащей вини. Просто бомба. Чандра. Файр Аристон. За Арти Сенхос, подизвиняюсь. За 4 маны. Плэнс Волкер считывает за лояльностью. Когда одно или более лояльти контр удаляется с Чандры, она доносит столько же повреждений целевому оппоненту или Плэнс Волкеру. Круто, да? То есть за минус 7 мы экзайлим 7 карт библиотеки. Потом мы можем их разыграть в этом ходу за ману, естественно. И еще нарисовать 7 повреждений в харю оппоненту. Это карточка для... А, за битус 1 экзайл за топ-карту в фейлаберере. Изгоните целевую карточку в своей библиотеке и вы можете разговаривать в этом ходу. Это для контролей. Это для контролей. Даже вот такие карты играют в бело-красных или моно-красных контролях. И они там себя очень хорошо показывают. Ниса, которая сотрясает мир. За 5 маны с 5-й лайностью. Когда мы тапаем форест для маны, мы добавляем еще одну зеленую ману. То есть если мы играем моногрином. Ставим ее на 5-й ход, на 6-й. Ставим 6-ю землю, добавляем все 12 ман. И за 12 ман ставим какую-нибудь, блин, просто здоровую херню. А если это, допустим, бридинг-пулы. Они же тоже форесты. И мы просто на 10 играем кризиса. Ммм, классно, да? Идея. За плюс 1 положите 3 каунтера на целевую землю под вашим контролем. Растапайте ее, она становится элементальным 0-0. И с этими каунтерами 3-3. И за минус 8 мы получаем эмблему. Земли под нашим контролем, неуничтожимы. Найдите в своей бюлзеке любое количество форестов. Положите их в игру с оттапанными. Рал, Storm Conduid, не знаю. За 4 маны с 4-й лоальностью. Когда мы кастим или копируем инстант или сорцери, он наносит одно повреждение целевому оппоненту или плен свокеру. То есть, как мини-нифмизация. За плюс 2 мы скраемся плюс на 1. И за минус 2, когда мы кастим следующий инстант ресорцери, мы копируем его и выбираем новую копию. И он рисует 2 повреждения, собственно, сам по себе. Сорин, Vengeful Bloodlord. За 4 маны с 4-й лояльностью. Рара. Пока длится наш ход, существа и плен свокеры, под нашим контролем получают лайфлинг. Такой намек на Гедеона. За плюс 2 он наносит одно повреждение целевому плееру или плен свокеру. Не очень хорошая обилка. А за минус x мы возвращаем целевое существо с конвертируемой стоимостью x с нашего кладбища в игру. И оно становится дополнительно вампиром. Ну, как сказать. Против. В сайде против Монореда, да. В остальном нет. Мне он не очень сильно нравится. Хотя я очень люблю Сорина и его концепцию вампира. Вампирского лорда такого. Никол Болос. Дракон Бог. За 5 маны. Красненькую, 3 черных и синенькую. Никол Болос. Имеет все обилки лояльности всех других плен свокеров в игре. Наших оппонента. Похрен. Всех. Я сказал всех и все тут. За плюс 1 мы дроем карту. Все оппоненты экзалят карту. С руки или перманент под их контролем. Я так понимаю на выбор. За минус 3 уничтожьте целевого существования плен свокера. А за минус 8 все оппоненты. Которые не контролируют. Легендарное существование плен свокера. Проигрывают игру. Вот такой вот поломный Никол Болос. На самом деле очень даже поломный. В хорошей грамотной колоде. А черный с синим как раз намекает нам на большое количество отличных карт. На количество ремувала, контирспеллов и дискарта. Это очень хорошая карта. И она будет играть. И Гриксис контроль наконец-то заиграет на уровне всех остальных контролей. Которые сейчас есть. И я это вангую. Ребята. Если вы не согласны или согласны, пишите в комментариях. Что вы думаете. Об Никол Болосе. Ниф Мизет Возрожденный. За 5 маны каждого цвета. За вуборг. Существовав 6-6 с флайингом. Когда он входит в игру. Покажите верхних 10 карт своей библиотеки. За все парные цвета показанных карт. Color pair. Choose a card. That's exactly. Choose color from all of them. За все парные цвета. Выберите карту. Именно с тем цветом. Как цвета показаны. Вот так вот. Положите выбранную карту себе в руку. И остальное на bottom. Не знаю пока. Не знаю как и где. И с чем это будет играть. Но я думаю, что играть это может. Надо просто подумать. Если честно посидеть. Покумекать. И карточка интересная. Если честно. За 5 маны. 6-6 флайинг. Это дракон. Это нормально. Ролеск. Эпекс. Хибрид. За 5 маны. Существовав 4-5. С флайингом и трэмплом. Уже хорошо. В сине-зеленых цветах. Когда он входит в игру. Положите 2 каунтера. Плюс не посредин. На другое существо. Под вашим контролем. И когда он умирает. Пролиферейт. И потом пролиферейт. Еще раз. Ну вообще. Тут как бы намек идет. На синезеленую колоду. Симиковскую. С их любимой механикой. На каунтерах. На росте. Вивин. Чемпион. Овзавил. За 3 маны. С 4-ой лояльностью. Вы можете играть. Существа. Как будто у них есть флэш. Блять. Только ради этой билки. На остальные можно не смотреть. Просто за 3 маны. 4. Все наши существа с флэшем. И не ебет. Все на инстанте. Привет контроль. До конца нашего хода. Целевое существо. По нашим контролям. Получает. Виджиланс и рич. За плюс 1. Виджиланс и захват. Бдительность и захват. Вот так вот. Если уж совсем по русски. И за минус 2. Посмотрите. Верхние 3 карты своей библиотеки. И удалите одну из них рубашкой вверх. То есть. Понятно что бы я не видел. А остальные положите на ботом в любом порядке. На протяжении всего времени. Что эта карточка удалена рубашкой вверх. Вы можете смотреть. И можете скасить ее. Если это карта существа. Ну естественно с флэшем. Вот так вот. Интересно. Классная карта. Гризли Вивьен. За 4 мана посмотрите. Топ. Ау. За топ карта. Посмотрите верхнюю карточку библиотеки. Если это существо. Липлансворкер. Вы можете показать ее. И положить себе в руку. Если нет. Положите на ботом. Ну. Для драфта. Да. Для не драфта. Херня полнена. Потому что. За 3 маны 2-3. И за 4 мана обилка. Это дорого и неэффективно. Может на очень поздних стадиях. Давриэль. Роги. Шэдлмейдж. За 3 маны с 3-мя лояльностями. А в начале. Каждого обкипа оппонента. Если. Оппонент имеет. Одну или меньше карты в руке. Он наносит ему 2 повреждения. И за минус 1. Целевой игрок сбрасывает карту. Это такая. Такое. Жалкое подобие раки. Но с дополнительной обилкой. За дискард. Ну в принципе. Если уж очень. Постараться. Навъебываться. То можно что-то с ним собрать. Давриэль. Шэдоу фигур. За 4 маны. Целевой плеер дискардит 2 карты. И лозит 2 хита. Но тоже не очень. Для драфта. Может быть. Для повседневной стандартной игры нет. Теферис тайм-твист. С 2 маны. Комановый инстант. Изгните целевой перманент по вашим контролям. Верните этот перманент в начале следующего заключительного шага. Если это было существо. Положите на него дополнительный каунтер. Плюс 1. Плюс 1. Ну такой вот. Типов блинг. Киора. Дамбрейкер. Когда входит в игру. Прелефирает 5-6. Это чисто для драфта. Анг Кроп Инвайдер. За 3 маны 2-2. Пока длится твой ход. Он имеет фирстрайк. За 2 маны Сакрафайз другого кричи. Он получает 5-2 плюс 0. Ну такой вот тоже наверное драфт будет больше чем стандартный. Хотя. За 3 маны Сабилка Сакрафайз достаточно мало карт. Поэтому он может быть таким. Может быть где-то даже полезным. Жианг. Янгу. Вилдкрафтер. Смотрите кстати. Обратите внимание какая у него там собачка. Это важно. Все существа под вашим контролем. Могут добавлять ману любого цвета. Если на них есть жетон плюс 1 плюс 1. И за минус 1. Положите жетон плюс 1 плюс 1. На целевое существо. Так. Для разгонялочки. Но на самом деле. Сильно широкого аспекта применения. Я в нем не особо это и вижу. Если только в каком нибудь. Не знаю. Симик. Флэш. На каунтерах. А вот его собачка. ГГшечка. Нам дали. За 1 ману. Существо получает плюс 3 плюс 3. Наконец-то нам дали. ГГ. Давно его еще не было кстати в стандарте. Мову. Лайл. Чемпион. Вот эта карточка мне понравилась. За 4 ман. Легендарное существо. Собака. 3-3. Трэмпл. И Виджеланс. У него есть. И когда на него добавляется. 1 или больше жетонов. Плюс 1. Плюс 1. То мы можем добавить. Это количество жетонов. Плюс 1. То есть. Вместо 1. 2. Вместо 2. 3. И так далее. И он за 4 ман. 3-3. То есть. Если он. Играет вот с этим хреном. То он. Становится на. За 3 ман. Мы играем его. За 4. Вот этого. Кладем жетон. Он становится 5-5. На следующий ход. 7-7. Виджеланс. В принципе. Такой. Вот. Средней. Тупости. Могу. Этернал. Таскмастер. Вот эта карта. Мне нравится. За 2 маны. Зомби 2-3. Конечно. Он входит в игру. Затапанным. Но. Когда он идет в атаку. Мы можем платить 3 маны. И вернуть. Царевое существо. С. Кладбище. В руку. Ммм. Какой зомби. Вот. Прямо в духе зомби. Нахеп. Трэд Хорд Чемпион. За 4 маны. 5-4. Зомби. Минотавр. Варьер. С. Трамплом. Когда Нахеп. Наеп. Когда Нахеп. Делает. Комбат. Дэмэдж. Плееру. Или Пенсвокер. Мы можем. Сбросить. Любое количество карт. Из руки. Если мы это делаем. Мы берем такое же количество карт. И добавляем такое же количество красной маны. И до конца хода мы не лузаем ману в конце всех фаз. Вот так вот. То есть она сохраняется. На следующий ход может сохраниться. О. Ф. Бл. Т. Х. П. Дэ. Ласт. Легендарное существо гомункул. Задиманы 1-1. Когда ФБЛТПХ ЗАЛОСТ входит в игру. Возьмите карту. Если он входит в игру с вашей библиотеки. Или кастится с вашей библиотеки. Возьмите вместо этого две карты. И непонятно как он должен входить. В современном метагейме. Когда ФБЛТПХ БЕКОМ ЗАТАРГЕТУ СПЕЛС. Когда становится целью закинаний. Зашафлите его обратно в библиотеку. Интересно, да? Прикольненький. Ну не знаю где он будет играть. Но прикольненький. Мне нравится. Дреддхорд Арканист. Вот это классная карта, ребята. За две маны. Существо 1-3 с Трэмплом. И когда он атакует. Мы можем скастить. Целевой инстант ресорцерис. С кладбища. С монокостом. Меньше чем его сила. Без уплаты его моно стоимости. И поэкзалить после этого эту карту. То есть именно вот то, что я говорил про прокачку. То есть про инстант ресорцеры на прокачке. Агры какие-нибудь. Я думаю, имеют право быть. Извиняюсь. О, этот кашель ужасный. Так. Дреддхорд Батчер. За две маны. Существует 1-1 с Хейст. Когда он уносит повреждения игроку. Положите на него каунтер. Плюс 1-1. И когда он умирает. Уносит повреждения. По своей силе. В любую цель. На самом деле. Прикольная карточка. На которой уже пытаются придумывать комбо. За две маны. 1-1. Хейст. Но есть там какая-то комбо. Что он якобы на четвертый ход. Он убивает. Тотали лост. За пять маны. Пожди цель. Неземенный перманент. На топ. Бюджетика владельца. Хэллоу драфт. Стори. Девракен лич. За четыре маны. Счет опять четыре стрэмпла. Уже интересно, да? Зомби. Эльф. Визард. А когда он наносит повреждения игроку или пансворкеру, он с трэмплом, верните в свою руку целевое существо или пансворкера в свое кладбище, которое попало туда в этом комбате. Ну, надо над ним просто подумать, но я думал, он прикольный. Статуя бога фараона. Легендарный артефакт за шесть маны. Все спелы ваших монетов стоят на две маны больше. В начале вашего заключительного шага, каждый аппоэнт лузает один хит. Я думаю, что такое можно было бы запихать на самом деле в Тимур какой-нибудь. Ну, что-нибудь, короче, с рекламейшном, который растапывает нам земли. Ну, чтобы... Ну, да. Лазотеп. Плейтинг. За две маны. Амаз один. Так мы создаем этого зомби токена, и нам этого хватает. Вы, перманенты, под вашим контролем, получаете хэкспруф до конца хода. Ну, интересная карточка. Я думаю, что она даже заиграет немножечко. Или в сайде, или некоторые деках мэйни, которые хотят быстро начать создавать токена зомби армию. Лазотеп бегемот за пять маны пять четыре для драфта. Лазотеп ривер за две маны один два. Когда входит в игру с Амаз один. Вот это тоже карта, которая позволяет нам очень быстро начать создавать армию. Инвейдинг Мантикора. За шесть маны существует четыре пять. Когда входит в игру, Амаз два. Ну, это больше для драфта, ребята, на самом деле. Чем для всего остального. За шесть маны четыре пять не особо. Кренко. Тинстринт. Кингпин. Кингпин. За три маны один два. Легендарный гоблин. Когда он атакует, положите плюс один, плюс один каунтер на него. Потом создайте количество один-один красных гоблинов по его силе. Прикольно. То есть, на четвертых он прошел в атаку, стал два-три. Положил двух токенов. Потом встал три-четыре, положил трех токенов и так далее, и так далее. Ой, извините, уже вечер. Горло умер встал для денег. Так. На гири Stormblades. До двух целевых существ все получают плюс два, плюс ноль до конца хода. Ну, для стандарта даже не знаю, если честно. По-моему, таких карт намного есть больше и лучше. На гири Storm of Stone. За четыре маны на гири. Наконец-то мы снова получили нашу любимую на гири. Пока длится наш ход, существа по нашим контролям имеют First Strike. И на них обилки экипировки стоят, наверное, меньше. И за минус секса наносит их повреждения целевому затапному существу. Ну, не знаю. По-моему, так не очень. Соринс First за две маны наносит два повреждения целевому существу. И ты, получается, две жизни. Мне не нравится эта карта, потому что, которая дает минус два, минус два. По-моему, Bloodlines, да? Или как-то там. Не помню, если честно. Она лучше. Она лучше, потому что стоит на... Не две черных, а одну черную беседную дает минус два, минус два. Она лучше намного. Single Combat. За пять маны все плееры выбирают существо или пленсволкера под своим контролем. Потом жертвуют все оставшиеся существа или пленсволкеров. Плееры не могут кастить существо или пленсволкера до конца следующего вашего хода. Вот так вот. То есть, на самом деле, для контроля это очень хороший карта. Лейлан Праулер. За три маны, два-три, Дестач Лайфлинг. Это дек, про который я говорил в прошлом выпуске. На Дестач и на новой враске. И за тап добавляет маны любого цвета. Прекрасная карточка. Дес Праут. Вот эта карта мне, если честно, нравится. За четыре маны, инстанты, Дестрой, Таргет, Кричи. Поищите в своей земле карту базовой земли и положите в игру затапанной. Потом перестаньте в библиотеку. Это классная карта, если мы будем играть в черно-зеленую и чем-нибудь еще пленсволкерами. Мне эта карточка понравилась. Толсимир. Друг волков. За пять маны существо 3-3. Когда он входит в игру, создайте Воя Фрэнст Вулф. Легендарное 3-3 зеленое и белое существо Волк. И когда Волк входит в игру под вашим контролем, вы получаете три жизни. И это существо дерется с существом оппонента. Вот так вот. Прикольно на самом деле, мне нравится. Глимминг Оверсир. За три маны существо 1-4. Когда он входит в игру, Амаз 1. То есть он создает этого зомби, армию. И зомби под нашим контролем имеют Хекс Пруф и Минус. Что тоже очень классно. На самом деле, очень классная карточка. Мне прямо вообще по кайфу. Ролл Реверсал. За три маны. Поменяйте контроль двух на двумя перманентами с тем же самым типом. Вот так вот. И начинать думать, что же делать, что менять. Это прикольная карта. Бульварк Джайант. За шесть маны существует 3-6. Когда входит в игру, геймите 5 хитов. Это для драфта. Спелл Горджер Вейерс. За три маны 2-2. Когда вы кастите не кричевый спелл, положите на него каунтер по 7-1. И это тоже прикольненько. Вот для меня такой печки, которая будет работать на инстантах сорциров, но не будет являться дрейками. Скажем так. Или в дрейков ляжут. Почему нет? За три маны. 2-2. Который растет от каждой инстанты сорциров на 1. Спелл Кипер Вейерс. Кстати, вот он, да? Предыдущий. В правом нижнем углу. Вот здесь вот. Вот он. За две маны этап. Пожертвуйте спелл Кипер Вейерда. Кстати, за три маны 1-4, что уже неплохо. Верните целевой инстант или сорциров с кладбища в руку. Это, кстати, можно делать и инстантом. Бейнхаунд. За одну ману. Лайфлинг Хейст 1-1. Ну. Сами судите. Паунсинг Линкс. За две маны 2-1. Пока длится ваш ход. У него есть ферр страйк. Так не очень. Вар Скрэчер. За две маны 1-3 флайинг. За шесть маны этап. Другие существа под лампом контролем получают плюс-7 плюс-1. Это чисто для драфта. Вар Скайл Крокодайл. За пять манных. Экспурж 5-3 не будет играть, потому что коняшка за четыре маны. С тем же самым намного лучше. Плюс у нее есть обилка на неблокируемость от черных. Примордиал Вум за шесть маны 7-6. Тоже только для драфта. Девоуринг Гиллион. За три маны 2-2. Когда входит в игру. Вы можете пожертвовать любое количество плент сволкеров. Если вы это делаете, положите в два раза больше плюс-1, плюс-1 каунтеров на него. Чем вы пожертвовали, собственно, от этих вот перманентов. Ну, как по мне, так, если честно, не очень. Потому что он входит. Вы пожертвуете кучу, допустим, существа или плент сволкеров. Он становится здоровым. Он потом получает что-нибудь, типа, за две маны будет уничтожить свое нелегендарное существо. И он просто сдувается, и все. И на этом гагашечка. Мизюм Танк. За три маны 3-2. Артефакт, который может вставать кричи. С трэмплом. Когда вы кастите не кричи в спелл, он становится артефактным существом и получает плюс-1 к конца хода. Это офигенно крутая карта. Мне она нравится. Мерфлок с Кайдивер. За две маны, мерфлок с флайингом. Когда входит в игру, положите плюс-1 каунтер на другое существо. А, на целевое существо, по-двашему каналу. Ну, можно на него, в принципе. И за пять маны пролиферейт. Ну, не очень. Вот честно. А вот эта карточка мне пришлась по вкусу. Я такие люблю карты. Массакр Герл. За пять маны существо 4-4 с минусом. Когда входит в игру, дает всем существам в игре минус-1, минус-1. И если существо умирает, то снова дает всем существам минус-1, минус-1. И это офигенно. Томик. Дистингуишит адвокист. За двумя существо 2-3 с полетом. Что уже делает его неплохим вариантом в агро. Земли в игре и земли вне игры не могут быть, на кладбище смысле, не могут быть целью заклинания и способности ваших оппонентов. И ваши оппоненты не могут играть карты земель в кладбище. Это больше, конечно, для сайда. Для сайда, для модерна. Или для легаси. Но и для стандарта, я думаю, он сможет, в принципе, найти применение. Какое-никакое. Майхэмдевил. За 3 маны существо 3-3. Когда игрок жертвует перманент, он уносит на повреждение с любую цель. С Рагдосом эта карта будет играть. С Рагдосом. Ну, а так, по мелочи. Ну, за 3 маны 3-3. Ну, такой... Нормальный такой середнячок. Мобилизированный Дистрикт. Земля. Там добавляет бесцветную ману. За 4 маны она остается существом 3-3. С Виджилансом до конца хода. И остается при этом землей. И эта обилка стоит на 1 ману дешевле. И есть за каждое легендарное существо или пленцволкера под нашим контролем. Ну, в принципе, такой неплохой вот мутавалд. Которого есть ограничения по мане. Тенс. Дистрикт Легионер. За 2 маны существо 2-2 с Хейстом. Что уже делает его неплохим. Когда вы кастите спелл, который таргетит его. Положите на него плюс 1-1 каунтер. И используйте скрай 1. Что очень неплохая обилка. Такой героизм, на самом деле. Который вот был уже достаточно, наверное, давненько. Хотя для меня недавно. В стандарте. Полин Брайт Друид. За 2 маны существо 1-1. Когда входит в игру, выбейте одно. Либо положите каунтер. Посмотрите на свое существо. Либо используйте пролиферейт. И можете класть на всех каунтеров, у кого есть каунтеры. Просто дофигища. По-моему, он неплохой. Блум Халк. Это 4 маны 4-4. Когда входит в игру, используйте пролиферейт. Вот он плохой. Айрон Булли. Булли это, по-моему, хулиган. Железный хулиган за 3 маны. С минусом, когда входит в игру, положите жидон на целевое существо. Это херня полная. Неоформа. Вот эта мне карта понравилась очень сильно. Потому что она играет по принципу Ванифара. За 2 маны. Мы жертвуем существу в дополнение к Манакосту. Ищем в колоде существо с Манакостом. Плюс 1 от того существа. И кладем его в игру. И еще кладем на него дополнительный каунтер. Мне эта карта нравится. Но, к сожалению, она Сорцери. Была бы Инстант. Вообще бы ценена и не была. Банд Тугеза. За 3 маны. До 2 целевых существ. Существ под вашим контролем наносят повреждения другому целевому существу. Такое вот. Пайло Ремувал для драфта. Кураж и Крайзис. Кураж. Ну, это в смысле, я так понимаю. Смелость и Крайзис это Кризис. Кураж в Кризис. Ладно. За 3 маны положите по цене каунтер на целевое существо. Потом пролиферейт. Ну, так. Может быть, ну, так. Больше для драфта. Лаксодон Сержант. За 4 маны 3-3. Виджинанс. Когда входит в игру. Все существа по вашим контролем получают виджинанс. Это тоже больше для драфта. Хотя, я думаю, что драфтить даже его не будут. Потому что херня какая-то полная. Дефент Страйк. За беленькую ману своего существа получает по цене каунтер на целевое существо. По цене каунтер на целевое существо. И возьмите карту. Ну, такая вот средняя паршивость типа элишек. Гоблин Ассаленс. 2 маны 2-2. Просто 2-2 для драфта. Гоблин Ассалтим. За 4 маны. Чисто 4-1 с Хейстом. Правда. Когда умирает. Положите жетон. Просто не посредине своего существа под вашим контролем. На самом деле, херня полная. 4 маны 4-1. Его убивает даже чих. Даже вот такой вот кашель. Его убивает запросто. Херд Файер. 3 маны. В качестве дополнительной стоимости пожертвуете существо или пансволкера. Херд Файер наносит 4 повреждения в любую цель. Мне эта карта очка очень сильно нравится. Я думаю, что в каких-нибудь гоблинах она будет играть даже более чем. Или в монораде. Почему бы нет. Блинт Бласт. За 3 маны Блинт Бласт наносит она повреждения целевому существу. Это существо не может блокировать. Возьмите карту. Ну, это херня. Циклоп Электромантер за 5 маны 4-2. Когда входит в игру, наносит х повреждения целевому существу под контролем оппонента. Где х? Это количество инстантов или сорций на нашем кладбище. Ну, для какими-нибудь дрейков в сайде почему бы и нет. Чтобы убрать какого-нибудь атакера опасного или блокера. Или еще что-нибудь в таком стиле. Грим Инициейт. За 1 ману 1-1. 1 ферстрайк. Когда умирает, а масс 1. Я думаю, что в принципе где-нибудь он на новой механике вот этой масс. Первое время поиграет, потом перестанет. Но у меня к нему такие спорные, если честно, чувства. Эволюшн Сейдж. За 3 маны существо 3-2. Когда земля входит в игру. Спортит и пролиферет. Думаю, что это как раз карточка будет играть в какой-нибудь плансволкер контроле. Эйдзе Фоллэнд. За 2 маны выберите 1 Ильопа. Верните целевое существо с кладбища в руку. Либо верните целевого плансволкера с кладбища в руку. Ну, да, тоже нормальная такая карта. Челленджер Тролль. За 5 маны 6-5. Все существа под вашим контролем. С силой 4 или больше. Не могут быть заблокированы более чем одним существом. Это для драфта. На самом деле для драфта очень хороший пик. Просто за 5 маны 6-5. Такая душа, блин, еще с такой обилкой. Это для драфта классно очень. Этернал Скайлорд. За 5 маны 3-3. Когда выходит в игру, сделайте АМАЗ-2. Зомби токены под вашим, которым получает флайвинг. Это больше, наверное, все-таки для драфта. Хотя одной штучкой в какой-нибудь фановой датчике в стандарте может быть и можно и играть. Демоли же за 4 маны уничтожить все артефакты или землю. Это старая карта уже. И она особо никогда нигде не играла. Потому что всегда было что-то лучше. Форс энд лендинг. За 2 маны. Положите целевое существо с полетом на ботом библиотеки его владельца. И это хорошая карта. Потому что против какого-нибудь там... Султайм и Дрейнджа. Убрать Крайзиса на ботом, а не положить на главбищу, то оппонент мог его среанимировать. Намного лучше. Шрик Дивер. За 3 маны существует 2-1 с флайвингом. И за 1 ману он получает хейст. Это драфтовая карта. Стэдди Эйм. За 2 маны. Развините целевое существо. Он получает плюс-1 плюс-4. И Рич. Это тоже драфтовая карта. Тюрит Огр. За 4 маны существует 4-3. Также с захватом. Когда входит в игру. Если вы контролируете другое существо с силой 4 или больше, он наносит повреждения в оппонента. Это тоже драфтовая карта. Солар Блейз. Ох, какая великолепная карта. За 4 маны белокрасных. Все существа наносят повреждения. Себе самим по их силе. Это такая хорошая карта. Стандарт, ребята. Это такая замечательная карта. Потому что теперь можно играть Бора с контролем. Но мне она очень нравится. Правда. Физер Зе Редемит. За 3 маны существо 3-4 с полетом. Когда вы кастите Инстант или Сорцери. Которое таргетит существо под вашим контролем. Изгоните эту карточку. Вместо того, чтобы положить ее на кладбище. Если вы это делаете, верните ее в руку. В начале следующего заключительного шага. Какая классная карта. Когда ты играешь на 1 ману. Плюс 2, плюс 1 допустим. Очень прикольная. Ралли Зе Флайт. За Инстант разверните все существа под вашим контролем. А существа с полетом получают 2, плюс 2. Ну, тут такую есть. Собрать фановую деку на существа с полетом. Или для драфта она неплохая. Косминос Трансмутейшн. За 2 маны зачаровать существо. Зачарованное существо теряет себе бюк. Стоимость 1-1. Это для драфта ремувал серии. Космино. Энигмэтик Мэнтор. За 4 маны существо. Точнее, плэцфолкер с 5-ой лояльностью. Заклинание, которое таргетит существо или плэцфолкера под вашим контролем. Стоит на 2 больше. Это такая Кира. Кто не знает, погуглите. Кира хорошая карта. Играл раньше в Мэнфолках. Сейчас, по-моему, меньше и уже играет. Потому что вышел Мэнфолк, который то же самое делает. Но Кира, по крайней мере, всегда была классной. И за минус 2 создаете 2-2 синего визарда. Существо, токен. Возьмите карту, потом спросите карту. По-моему, очень даже достойная карточка. Под Хелион 2. За 8 маны артефакт. Который может стать существом 5-5. С полетом, феострайком и виджелансом. Когда он атакует, вот, знаете, 2 ангела. С полетом, виджелансом и атакующим. Ну, как сказать. Если играть как-нибудь очень, очень такой декой, Которая такая тяжелая, ангельская. Ну, в принципе, этой картой можно было бы играть В количестве 1-2 штуки. Но особого применения в стандарте я ее, если честно, не вижу. За 8 маны 5-5. Это слишком тяжело, даже с такой классной мелкой. Ралс. Оутбюрст. За 4 маны. Он носит 3 повреждения в любую цель. Потом посмотрите 2 верхние карточки библиотеки. Положите одну из них в руку, другую на грейв. То же самое, что делает Рал. Я думаю, что 4 маны это особо играть-то и не будет. Болтбенд. За 4 маны. Этот спелл стоит на 3 маны меньше, Если вы контролируете существо с силой 4 или больше. То есть он стоит одну ману. Поменяйте цель целевого спелла или обилки на другую цель. Ну, такая вот интересная сайдовая опция. И на этом все, ребята. Что будет дальше, я не знаю. Но я постараюсь... Теперь уже чаще освещать для вас новости по сету War of the Spark. Если вам понравилось это видео, Если оно для вас было интересным, приятным, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте мне комментарии. С вами был Дима. Всем хороших топ-деков. И... Увидимся... В среду. Субтитры сделал DimaTorzok